откуда мы знаем сколько времени отпущено нашему материальному миру откуда мы знаем что он будет существовать 6 тысячелетий а седьмое тысячелетие будет хурбан то есть разрушение и что это значит и в конце сгула для тех кто отправляется путь ну давайте еще раз прочитаем по-русски два псука пасук то что по-русски называть стих войги бен со арон и было когда отправлялся ковчег в путь говорил муше восстань бог и рассеются враги твои побегут ненависти твое от лица твоего а когда останавливался он говорил вы возвратись бог ко множеству тысяч израиля нам теперь уже знакома эта картинка из свитка торы очень приятно когда видишь знакомые вещи альдерах а каббала рабы на баха и нам открывает тайны параша зу параша глава параша злу ромезет аль коль и мэй ха улам это не просто два сука не просто абзац и не просто книга 7 как мы сказали а это указывает нам на все дни этого мира коль и мэй ха улам вот в этих двух двух псуках 7 бук алиф буква алиф встречается ровно семь раз к моба пасук решен также как в первом суке торы почему потому что указать нам тайну шита алфишней хавы алма бахат харил 6 тысячелетий будет существовать этот мир в котором мы живем а седьмое тысячелетие будет хурбан то есть разрушение то есть ничто условно ничто это то что написано у пророка и шаяу они решены они охарон творец говорит они решены они охарон я первый я последний как это понимать так же как творец был первым до того как сотворил все творения он также будет последним для всех то есть все уйдут исчезнут а он останется вот как это понимать решен первый до того как все появилось охарон последний после того как все уйдет теперь надо разобраться где эти буквы алиф я их обозначил оранжевым цветом ну мне так захотелось вот то что мы читали вот они наши два стиха два псука вайги бенса а арон вае бармаше кума ашем ваяфу цуэвэхом ваяносу мистанахами панеха оба нахо юмар шува ашем ривы вот алфы израэль вот они семь букв алиф а вот первый стих торы берешит бара и луким этажа моим в это арец и первое слово второго псука первое слово второго стиха в арест хайта тогу во богу а земля была тогу во богу вот она седьмая буква алиф шесть и семь тысячелетий существует мир так как он существует сейчас мы это видим и живем в нем а седьмой это хурбан то есть ну условно как разрушение той формы которая сейчас имеется и наши мудрецы показывают что все здесь зашифровано вот она тайна алфей тысячи алфей вот она буква алиф слове алфей тысячи шесть тысяч лет шестая буква алиф вот она здесь слове алфей тысячи и сраэль а что такое сраэль что означает слово и сраэль сар это страра сила могущество министр ангел сар это существительное а глагол это вот слово означает страра власть сила и вот еще одна тайна 6 буква алиф она именно в слове алфей тысячи то что я сейчас сказал указывает на шесть тысячелетий этого материального мира а седьмая буква алиф слове и сраэль и что это нам показывает смысл такой это означает ассарат кухот ассарат кухот вот я обозначил слова ассарат кухот ассара это как бы уход исчезновения ассарат кухот кухот это силы это когда силы уходят исчезают то есть мне что было и нету это называется ассара есть буквы которые звучат одинаково буква шин и буква син звучат одинаково да это разные буквы но когда творец хочет на открыть тайну для тех кто умеет читать он использует законы раскрытия тайны один из таких законов что в некоторых случаях буква шин читается как син чтобы открыть еще одну тайну и это не единственный случай рабы и нубаха и приводит еще один стих книга пророка гуше 9 глава 12 стих без сурим м м вот здесь нужно понимать под буквы шин букву син и это означает ассара убит уль ассара то есть уход битуль уничтожение исчезновение так даже лучше да это один из правил которые нам творец открыл чтобы мы используйте правило понимали скрытый смысл торы в данном случае мы читаем и сраэль с буквой шин а видим вместо нее букву син то есть намекай что седьмая буква алиф которая намекает на седьмое тысячелетие это будет когда все уйдет все все силы асара так уход уйдет силы имеется ввиду то как мы это видим нашу материально в мире теперь мы увидели она включает себя до барвы и пуха нечто и противоположное этого нечто исраэль с буквой шин исраэль с буквой син это указывает на то что хурбан будет разруха будет уничтожено все а потом опять все появится но разумеется в другой форме не в материальной как мы сейчас то видим то есть поскольку повторяясь исраэль где седьмая буква алиф присутствует указывает на две противоположности исчезновения а потом появление кигу кулей сарат акуход да это включает себя старат акуход обладание силами что после разрушения седьмого тысячелетия вахар биту ляку ход в асара в асара там когда когда уйдут все силы исчезнут так зор астрара ватит хадеша улам вернется мир обновленный цифер на втоль откуда я привел эту цитату продолжает так ешь бы я дико балла есть в моих руках каббала то есть инф то есть то есть то что я получил от своих учителей так он пишет вае ги бен со аарон вот эти два псука которая начинается словами вае ги бен со аароны было когда ковчег отправлялся в путь у фасук и следующий пасу за ним то есть два псука и баен в них пэй гэй о те йот пэй гэй 85 букв это как бы книга сама по себе как мы уже сказали как бы седьмая книга пятикнижья и моря тэй дальше он пишет на аромите и моря тэб и дэн дэйзель лэ урхо волод тинзак скажи ее в тот момент когда ты отправляешься в путь и с тобой ничего не случится так он получил от своих учителей вае ги бен соя аарон вае мер мыши кума а дэйной ваяфуцу ойвихо ваяну смеса нехо мипонехо увенухой дэймар шу а дэйной рива войс афей и израэль